Где-то именно здесь, на Самарской земле, в Красноярском районе, может где-то в районе Старого Буяна или в районе Нового Буяна, и происходила та знаменательная историческая битва между Тимуром и Токтамышем. Это было в 1391 году, а вот последний фестиваль, посвященный именно этому событию, прошел в 2008 году, и с тех пор как-то об этом событии мы ни разу не вспоминали. Но вот настали времена, и мы снова решили вспомнить, что же происходило в те далекие времена здесь, на территории Красноярского района. А как прошел фестиваль, давайте мы расскажем вам прямо сейчас. Еще несколько лет назад и не мог никто подумать, что когда-то будет проходить через рамки металлоискателя в чистом поле, чтобы попасть на фестиваль реконструкции исторических событий. Это реальность нынешнего времени и одно из условий проведения крупномасштабных фестивалей. Следует отметить профессиональный подход в организации мероприятия. Посмотрите, действительно соблюдены все условия для проведения фестиваля, и уровень безопасности достаточно серьезный. И фестиваль хорошо рекламировался. Посмотрите, несмотря на длительный промежуток времени, сегодня посещает, уже мы сегодня видим на площадке, там несколько тысяч человек, которые уже присутствуют на этом фестивале. Я думаю, они в течение дня будут не только посещать различные музыкальные площадки, посещать гастрономические площадки, но я думаю, что они будут принимать в различных фестивалях, в различных конкурсах, которые будут проходить здесь, на этой территории. Знаменитое историческое сражение, зафиксированное летописцами между войсками Самаркандского эмира Тамерлана и хана Токтамыши, наследника ранее разбитой золотой орды Чингисхана. Место сражения известно с точностью до нескольких десятков километров. Река Кондурча недалеко от Старого Буяна. Квадрат примерно 10 на 25 километров. Эпизодическое противостояние между двумя ханами длилось не один год, но решающая битва состоялась в 1391 году. Много веков спустя, с середины двухтысячных, исторические клубы на протяжении нескольких лет реконструировали эту битву. Затем перерыв. И спустя 9 лет на территории Красноярского района снова собрали любителей древних баталий. Я очень хочу, чтобы этот фестиваль, который имел большой перерыв и возрожденный сегодня, продолжался систематически, был, потому как он носит достаточно серьезное воспитательное значение для нашей молодежи. В Красноярском районе немало культурно-исторических точек, да и просто красивых мест, куда можно приехать и пригласить гостей из других регионов страны и даже зарубежных стран. У администрации района есть повод для широкомасштабных культурно-просветительских действий и одно из таких – тематический фестиваль, приуроченный к событию многовековой давности – битве Тимура и Тахтамыша. Если у нас получится в этом году сделать хорошее мероприятие, то в следующем году уже с международными гостями мы покажем вот это вот культурное наследие и Красноярского района, и в общем всей Российской Федерации, чтобы все видели, насколько Русь сильна. Фестивальный формат праздника – центральная трибуна, затем длинный ряд торговых лавок с продукцией народно-прикладного творчества – платки, деревянные игрушки, шапки, сабли и многое другое. Здесь же зрители наблюдали за попыткой выплавки и ковки изделий из металла. Но самое примечательное – это, конечно, участие людей от «Мала-то-Велика» в спортивно-развлекательных забавах. Справа на горе, слева на крутой, зелен мой, зеленый. Смотри, как вы тренировались, в два раза быстрее пробежали. Ну поднимайте ворота, мы еще его хроить хотим, чтобы носить. Под старинные песни, детские развлекалочки, хоровод, игры – все как в былые времена. В этих играх огромный кладезь всяких развивающих полезностей. Для этого совершенно не нужно сидеть за партами. Это все осваивается в игре. И вот сегодня та игра, которую мы сейчас последние играли – это весь путь от зернышка льна до готового платья, который в игре, в песне запоминают дети, запоминают, как это вообще создается, с чего появляется. На протяжении всего фестиваля работала большая спортивно-историческая площадка. Очевидно, она была выстроена по документам, дошедших до наших времен. И почти в тот сточ также выглядела много-много столетий назад. Кстати, она вызвала большой интерес у посетителей военно-исторического фестиваля. Около восьми точек – разные задания. У каждого участника листок или бегунок, где прописываются баллы за каждое упражнение. Например, взять в руки большую деревянную кувалду и закатить огромный деревянный шар в козлы через маленькие ворота. Далеко не у всех это получалось. Но кто закатывал шар, в награду получал аплодисменты. А зрители и дополнительные баллы. Здесь происходят первые военно-исторические игры «Форт Буян». Это любительские соревнования, испытания и поединки по военно-прикладным историческим видам спорта не назовем, действий, скажем так. Ну, а вот это все, что здесь установлено, это в реалиях было когда-то давным-давно-давно? То, что было давным-давно, не знает никто, мы не дожили. Ну, исходя из того, что доходит до нас историков, чтобы научиться рисковать, надо махать мячом. Спарринг даже боксеров сразу не ставят. На чем-то тренировались. Ну, и, видимо, какие-то такие элементы были использованы. Пытались представить, как тренировать определенные навыки и сделали те прототипы, на которых это можно было бы делать. Пройти один раз полностью препятствий, набрать баллы и снова на ринг, но уже в противоборстве с выбранным напарником. Первый тур, были испытания разные. Ну, тут вот получается здесь с мячом испытания, палец, метание, полоса препятствий. Ну, интересно было все на самом деле. Ну, как вы думаете, вообще для чего это нужно такие вот исторические игры? Я думаю, что, во-первых, это значимо для нас, когда человек знает историю свою, он лучше понимает, где он родился, лучше понимает своих предков. Вот, я думаю, что чисто исторически это важно очень, посещать такие мероприятия, когда человек понимает, как бы, откуда он появился, в конце концов, история своей родины. Надо отметить, что все боевые и спортивные рубежи несут в себе исторический, практический смысл. Ну, допустим, если вы хорошо метаете копье, то в древние времена, особенно вам, это, может, могло здорово помочь. По крайней мере, не остаться голодным. Опа! А, остался. Опа! Есть! Сначала с ближнего рубежа, затем на 2 метра дальше и максимальное расстояние шагов с 15. Что самое сложное было здесь, при метании копья? Здесь, а, при метании лично копья, я вообще последний раз металл в школе только. Поэтому, наверное, самое сложное сориентироваться, куда его забросить, и все. А какая-то техника есть, забросы, там, держать правильное копье или... Наверное, правильно размахнуться. Да. Ну, и все, в принципе. Приехать на час, а задержаться на весь день, именно так у многих и получилось. Даже зарядивший дождь не помешал многим зрителям наблюдать за всем происходящим. Прятались, перебегая от палатки к палатке, впитывая тем самым полезную и порой научную информацию об истории края. А на поле уже подтягивались рыцари в доспехах для финального сражения двух армий – Тимура и Тахтамыша. Важно знать историю, когда одевает у тебя такой костюм. Очень философский вопрос достаточно. Знать историю, смотря, во-первых, очень много разных источников. Историю трактуют как угодно и кто угодно. Кто автор? У всех своя история. История КПСС у нас одна была в школе, сейчас другая какая-то. Завтра третья будет. Важно знать, конечно, только хотелось бы знать настоящую историю, а не выдумку. Около шести часов длился праздник. Ближе к финалу под капли проливного дождя зрители увидели почти театральную сцену исторических драмы разговора Тимура и его помощников. Необычная подача материала, пожалуй, впервые показанная на реконструкции в нашей губернии. С интересом наблюдали за джигитовкой, казаков на лошадях и завершающий аккорд. Это жесткое сражение между рыцарями эпохи 12-13 веков. Кульминация битвы проходила под лучами солнца, освободившегося от полчища серых туч и ставшего как бы символом победы добра над злом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова